Евангелие от Луки, глава 13 Или думаете, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. И сказал им сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. В одной из синагог, учил он в субботу, там была женщина восемнадцать лет, имевшая духа немощи, она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, женщина, ты освобождаешься от недуга твоего, и возложил на нее руки. И она тот час выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, есть шесть дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний. Господь сказал ему в ответ, лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? И когда он это говорил, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал, чему подобно царствие Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Еще сказал, чему уподоблю царствие Божие, оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все, и проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, старайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, говорю вам, многие поищут войти и невозмогут. Когда хозяин дома встанет и закроет двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить, Господи, Господи, отвори нам, но он скажет вам в ответ, не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить, мы ели и пили пред тобою, и на наших улицах ты учил, но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемым вон. И придут от востока и запада, и с севера, и юга, и возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя. И сказал им, пойдите, скажите этой лисице. Все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А, впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. «Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст. Говорю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете благословен гряды во имя Господне». Спасибо. 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 Спасибо.